Всем привет! Руслан Соколовский все-таки получил три с половиной года, правда, условно. Как проходил суд? Кто из блогеров приехал поддержать Соколовского? И когда Руслан снова начнет снимать ролики на ютубе? Ну и, конечно же, при каких обстоятельствах он может попасть в тюрьму? Об этом прямо сейчас на канале Ютубер. Начнем! Итак, сегодня в Екатеринбурге состоялось заседание суда, в котором блогер Руслан Соколовский был признан виновным сразу по нескольким статьям и получил срок в три года и шесть месяцев, правда, условно. 251 день прошел с момента задержания блогера, то в СИЗО, то под домашним арестом провел Соколовский, пока не услышал вот эти слова. Значит, наказание в виде лишения свободы на срок в три года и шесть месяцев. Наказание считать условным. То есть, практически до 2021 года за Соколовским будут глаз да глаз наблюдать госслужбы. Помимо этого, Руслан вынужден, согласно приговору, удалить 9 видеороликов со своего канала и не имеет права посещать массовые мероприятия. То есть, даже если соберется согласованный пикет в поддержку Соколовского, то ему его нельзя будет посещать. Но, думаю, что это меньше всего его сейчас волнует, ведь парень, наконец-таки, может ощутить хоть какую-то свободу, которой не было восемь с половиной месяцев. Красота-то какая! Причем, если адвокат не подаст апелляцию, то после вступления в силу приговора у Соколовского даже не будет подписки о невыезде. Меру пресечения осужденному Соколовскому в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу, после чего данную меру пресечения отменить. То есть, теоретически, он спокойно может валить за границу. Но в своем первом же интервью после суда он заявил, что не собирается покидать пределов РФ, хотя возможность заниматься деятельностью в других странах есть. И тут еще один момент. Руслан также автоматически был внесен в базу экстремистов Российской Федерации, что ограничивает вообще его перемещение даже по своей стране. Среди тех, кто в этой базе также находится, есть и Максим Марцинкевич, более известный как Тесак. Мы сломаем тебя жизнь. Стоит отметить, что кроме журналистов, на заседании суда присутствовали также Руслан Усачев и Данила Поперечный, которые посредством Твиттера вели свои прямые трансляции. Оба блогера были на стороне Соколовского, а вот кто Руслану пророчил реальный срок, а не условный, так это Юрий Хованский. И если раньше он посылал Соколовскому провокативные передачки, то сейчас вполне серьезно выразился насчет приговора и считает, что условный нельзя было давать до тех пор, пока Руслан не раскаялся бы. Хотя некоторые блогеры не то что с условным сроком не согласны, а вообще до сих пор возмущаются по поводу возбуждения уголовного дела. Вот, например, реакция Савергона на происходящее, прямо скажем, не самое мягкое. А вот и твит Елены Шейдлиной, которая уже из инстаблогера постепенно превращается в общественного активиста и политика. Все они возмущены тем, что Соколовского просто-напросто публично осудили, чтобы другие, кто любит острое слово в сторону государства или религии, замолчали. Схожее мнение и у блогера Криспа. Привет, Эрик, и привет всем зрителям ютубера. Я не хочу сильно тут очень много размусоливать касательно всего этого, но я рад, что Соколовскому дали все же условное наказание, ведь сидеть дома, это намного лучше, чем сидеть за решеткой и учить тюремный жаргон. Справедливо, что дали условное, а не полностью оправдали? Тяжелый вопрос. Но главное, что из всего этого я понял, и остальные, я думаю, должны понять, так это то, что Фемида у нас, к сожалению, на минималочках. Кстати, обязательно участвуйте в нашем опросе сверху справа. Он присутствует на вашем экране. Считаете ли вы приговор в три с половиной года условно объективным? Ну а пока выбираете свой вариант ответа, давайте же освежим память и пройдемся, что же такое условный срок. И тут как никогда просто в тему следующая вставка. Он, конечно, виноват. Но он не виноват. Пожалейте его, товарищ судьи. За три года Руслану Соколовскому даже административные правонарушения могут обернуться тюрьмой. Если же он не будет нарушать общественный порядок и будет видно, что парень исправился, то ему могут отменить срок. Но для этого должно пройти не менее половины из трех с половиной лет. То есть, если Соколовский заляжет на дно и продолжит тихо жить, то в принципе где-то к 2019 году ему удастся избавиться от срока. Но если он где-то неправильно выразится в интервью или снимет ролик с острыми фразами в сторону госмашины или еще что-то натворит, то, думаю, что решетки ему будет избежать тяжело. Именно поэтому на вопрос «Когда возобновить активность на YouTube-канале?» он ответил, что пока с этим делом придется повременить. Насколько громкой будет деятельность Руслана Соколовского в первые недели после приговора? Посмотрим. Будем освещать все самое интересное. Поэтому не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. На этом все. Это был проект Ютубер. Меня зовут Эрик. Всем пока.